Физкульт-привет! На минувшей неделе ивановские спортсмены заявили о себе на соревнованиях всех уровней, от местного до мирового. Подробнее о тех, кто сумел блеснуть в нашем спортивном дайджесте. Первенство Центрального федерального округа по КУДО – отборочный этап на главные соревнования страны. На этот раз право представлять наш регион завоевали брат и сестра Илья и Виктория Носковы – воспитанники Ивановской федерации КУДО. Эти ребята у нас самые упертые, на самом деле они наточены на победу, они уже 10 лет занимаются КУДО и с самого начала они постоянно старались, были целеустремленными, у них была цель стать первыми. Поэтому и у нас Вика трехкратный победитель в первенстве России, победитель в первенстве мира. И Илья также у нас был победитель в первенстве России. Но сейчас они уже перешли в взрослую категорию, где намного сложнее, где у нас выступают уже первые номера России, которые выступают на чемпионат мира в Японии. Вике выступать на таких соревнованиях не впервой. Позади у спортсменки победы на первенствах России и мира. К этому турниру она подошла без волнения, с установкой на победу. И в очередной раз отвоевала у конкуренток свое золото. Мы готовились усиленно. Девочки, они как бы старше меня. И мы по 25 лет, и намного старше. Я приходила в зал каждый день, тренировалась каждый день, работала, тренировалась. От Ильи победа была буквально в одном ударе. В финальном бою Ивановец с самого начала превосходил соперника по очкам. Несмотря на то, что тот оказался намного старше и опытней. Однако ближе к завершению поединка Илья пропустил удар. Это и стало решающим фактором. Результат – второе место. Это серебро не только полностью заслуженная награда, но и, по мнению наставников спортсмена, урок на будущее, который обязательно пригодится на всероссийских соревнованиях. Иногда нужна большая, большой прогресс, для того, чтобы ты уже понял, мобилизовался, перестроился и в следующий раз уже мог выиграть. Хочу занять первое место на чемпионате России. Готовиться буду усердно. Думаю, в этом мне будет помогать сестра. Мои одногруппники, с которыми я занимаюсь. Тренер также. Ну и родители, естественно. Первенство России по КУДО запланировано на февраль 2020-го. Ребята будут готовиться к нему под руководством двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. Будем готовиться и утром, и вечером, и днем, чтобы попасть в сборную России и поехать на Кубок мира. И что и у Люхи есть большой шанс, и что и у Вики есть большой шанс попасть на чемпионат Кубка мира. У ивановской батутистки Екатерины Кунгурцевой первенство мира уже позади. Соревнования по прыжкам на батути, акробатической дорожке и двойном мини-трампе проходили в минувшие выходные в Токио. В них приняли участие 800 спортсменов из 40 стран. Воспитанница Ивановской спортивной школы номер 3 выступала в составе сборной России в возрастной категории 13 и 14 лет. По итогам соревнований спортсменка стала третьей в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте. На двойном мини-трампе Екатерине досталось серебро. В домашнем туре чемпионата Суперлиги 2 Динамо Энергия уступила команде юность из Пензенской области 61-67. В следующий раз на домашнем паркете Ивановки сыграют 23 и 24 декабря. Соперник – Ногинский «Спартак». В минувшие выходные областной центр стал точкой притяжения юных дзюдоистов. Спортсмены 2008-2009 годов рождения со всего региона готовились в течение последних месяцев, чтобы не ударить в грязь лицом и обратить на себя внимание. Это первый возраст официальных соревнований, где ребята выступают на центральных и федеральных кругах. Это этап подготовки. Ну и потом уже у них идет перенетство страны. Участников около 150 человек. Здесь представлено три региона. Соревнования наши домашние. Но интересный факт, что на наших соревнованиях впервые участвуют такие города. Это Холуй, Палих, Майдакова, поселки даже, Лежнево. Это те поселки, те регионы, где работают энтузиасты. Мы как бы помогаем, развиваем. Ну и, соответственно, Иваново – команда 5-6. Шуя – традиционная команда Тейкова, Приволск. Первенство города – не отборочный этап, но победители турнира имеют все шансы попасть в поле зрения тренеров Федерации этого боевого единоборства и войти в сборную региона. На этом все. Будьте в спорте, будьте в курсе. Пока-пока.